Всем привет! Я Евгений Алексеев, пианист. Сегодня мы с вами будем учиться играть песню группы Brainstorm Veter. Я решил записать этот урок на русском языке, поскольку песня была популярна в России, ну и в Латвии, соответственно, тоже. Но латышским я, к сожалению, не владею. Поэтому надеюсь, что мои латышские слушатели поймут урок. В конце концов, музыкальный язык международный, и аккорды тоже все видно, пальцы видно, клавиши видно. В общем, кавер, который я сделал несколько лет назад, там тоже камера была установлена довольно высоко, поэтому там, в принципе, видно, что играют мои пальцы. Поэтому, если вам будет что-то непонятно сегодня, то просто заходите по ссылке, она в описании есть, и смотрите, что я там играю с другого ракурса. Итак, песня замечательная, очень красивая, разнообразная, поэтому нужно там прям практически каждый куплет отдельно просматривать. То есть не получится так, что мы выучили первый куплет, а второй сыграли на октаву выше, и все. Добавили там три ноты, дополнительно какие-нибудь две ноты. Там немножко меняется само движение мелодии, поэтому сейчас все по очереди рассмотрим. Итак, начинаем вступление. Вступление, в общем, там состав довольно насыщенный, звучание, да, и там есть гитарные переборы и клавиши, там такой электроорган. Ну вот, но у нас этого ничего под рукой нет, нам надо создать приятный эффект, имея только одно фортепиано, поэтому я традиционно использую, вот на таких вступлениях, когда там просто, допустим, обыгрываются два-три аккорда, я делаю максимально, максимально такой прозрачный вступление. Ну там у нас три аккорда, основной это ми минор, ля мажор, соль мажор в конце. То есть вот у нас, в принципе, основные аккорды такие, ми минор у септимы, допустим, ля мажор и си минор, и соль мажор. Ну, практически на этих четырех аккордах вся песня построена, но, собственно, вот в каком порядке они идут, и что под эти аккорды вытворяет мелодия, в этом как раз и состоит прелесть этой песни. Итак, мы начинаем вступление, у нас вначале перебираются два аккорда ми минор, ля мажор. То есть можно, в принципе, одну руку это все заграть. То есть не важно, ну, допустим, ми минор у нас просто ми минор, а в ля мажор добавляем здесь норку, мою любимую, да? Конечно, ми минорчик тоже септима. И перед последним аккордом соль мажор. И а мажор опять. Соль мажор опять же септимой, да? Какая-то такая фичка, да? То есть те, кто регулярно смотрит мои уроки, уже заметили, что я постоянно, ну, не постоянно, но практически везде, где оно приятно звучит, где добавляю так называемую нону, да? Септима, само собой, допустим, у нас ми минор. Рэ звучит очень красиво в ми миноре, да? Вот это септима, так называемая. И здесь нона не нужна, да? А здесь обязательно нону надо взять. Наверное, проходящее, да? От ля до до деза. В принципе, даже все эти три ноты сыграть одновременно будет амаля звучать. Вообще, нона всегда добавляет какой-то породистости аккорду. Одно дело так сыграть, а другое дело так сыграть. Или так. Да? Или так, допустим. Соль мажор так сыграть. Или соль мажор так сыграть. Всяко клёво, да? Так сразу эффект, как будто ты крутой джазовый пианист. На самом деле, мы просто расширили октаву на одну ноту, да? Правой рукой привести, что хочет, да? С ми минор. Можно просто аккорд играть. Можно чуть-чуть поболее выкрутать, ничего. Тут соль мажор с ноночкой. И за висли на ля мажоре. И дальше поехали. Мелодия проигрыша. Прошу прощения. Все очень просто. Два раза одинаково. Потом наверх идем. Потом вторым раз то же самое. Один и тот же мотив начинается четыре раза одинаково. И, в общем, каждое второе, ну, как бы, две группы, группы из двух мотивов повторяются два раза. Еще раз повторяю, добавляем что-нибудь покрасившее в левой руке. Тут не надо, опять же, уходить в басы. Я стараюсь вообще все и весь этот проигрыш оставлять в верхнем регистре, чтобы потом первый купленд начать уже ниже, да? Еще раз показываю. Это все за такт. Вот у нас первая доля пошла. Здесь у нас... Значит, еще раз скажу. В этой песне очень много всяких синкоп и очень много всякой полиритмии, поэтому это тоже очень важно понимать. И у нас тоже есть такое негласное правило в моих уроках, тоже многие, кто слушал. Если у нас много полиритмии в правой руке, в мелодии, то мы стараемся освобождать фактуру. Потому что если мы будем на каждой шестнадцатой что-то крутасничать в левой руке, то у нас будет перебор. А у нас правая рука сама по себе увеличивает пульсацию, да? Та-та-та-та. Да? То есть нам не нужно. То есть какой-нибудь банальный аранжировщик будет здесь примитивно такой компомент писать. А это совершенно не нужно, потому что у нас так мелодия идет шестнадцатыми. Та-та-та. Просто можно ноту держать. И на длинной ноте, соответственно, мы ее как-нибудь заполняем, ну, можно вверх уйти. Например, так. С инкопами, получается, если буду считать. Раз, два, три, четыре. И раз. И. Да? Левой рукой у меня, допустим, показывает сильные доли. Да? То есть между долями. Да? То есть между долями. Левая рука играет с правой, да? Играет в смысле игра, да? То есть если не игра, то играет как детская игра. То есть старается как-то... Но это все чисто интуитивно. То есть это сложно объяснить. Если сложно, просто делайте какой-нибудь примитивный кабминет. Типа. Сойдет, да? В конце концов. Почему нет? Поехали. Первый куплет. Вешаем ми минорный сэп. Значит просто у нас мелодия начинается уже куда-то далеко со второй доли. Раз, два, три, с третьей. Если мы считаем этот вот раз, два. Или по долям, если это раз, два, три, шесть. Значит аккорды те же самые. Ми минорный сэп. Ля, ля мажорчик с нонкой и си минорный сэп. Мелодия очень простая. Ведет восьмушками. Та-та-та-та-та. И шестнадцатыми как мы считаем. Не важно. Считаем. Давайте так будем. Что это будет... Это получается. Раз, два, три, четыре. А это будет восьмушки. Да? Но, если мы будем это так банально играть... Та-та-та-ра-там. То там портится собственно фразеология... Ну как это называется? Ритмика текста. Да? Там идет ветер как ветер. Та-та-та-та-та. То есть желательно не перегружать первую долю. Си минор. Да? Где у нас си минор. Немножко чуть больше выделить. Та-та-та-ми. Ветер как ветер. Да? А иначе получается такая. Ветер как ветер. То есть ритмически оно правильно. Но звучит банально. Можно было бы ми растянуть. Да? Но там в первом куплете идет именно ровненько. Ветер как ветер. Та-ра-та-та-ра. Я, наверное, делал бы так. Это будет позже, да? Во-первых, просто. Важно потом не запутаться, как у нас вот ритм идет. Поставьте себе метроном. Два-три. Постоянно тут та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Постоянно идет поли-ритмия. То есть у нас мелодия постоянно идет между долями. Между долями, да? На слабую долю, да? Постоянно эти сэнкопы, да? Я сейчас играю просто левую. Сейчас играю ровными четвертями. Соль-мажор. Ну, соль-мажор опять же, мы играем сразу с ноной, да? Не надо тянуть тут дециму, если у кого-то рука позволяет. Все равно не надо, да? Много-мажор большинство из вас возьмет. Будет клево звучать. У нас тут соль, тут си, а тут ля. Сразу три ноты подряд. Здесь они звучат так себе. Здесь они вообще не звучат. А вот так вот звучит клево. А потом си добавили. Опять же, соль приходится на первую долю. Но все равно, у нас надо выделять по новому кругу. Ну, вот, то есть текст идет, как это называется, ударение, да? На одну восьмушку до первой доли. Та-та. Опять же, та-та-раз. Раз-та-та-та-раз. Да, здесь надо выделить ля. Всегда мелодия идет поперек. Давайте еще раз. Сыграю левую максимально банально аккордами просто, но четвертьями. Раз-тва-три-четыре. А правую тоже одну ноту. Слишком сложно. Еще раз. А, что-то туда не поехал. Здесь как-то мелодия, может быть, не совсем точно играю, соответственно, с... Мне кажется, тоже в разных текстовых вариантах, там, на латышском, на английском, тут может меняться мелодия. Важно оставаться в пределах вот этого ритма примерно, да? И переходить к правильным нотам в конце. Значит, добавляем дополнительные ноты в правой руке. Верхние пальцы, да? Так называемые, я их называю, вот эти пальцы верхние, играют мелодию. А нижние пальчики помогают аккордовые ноты играть. Раз был соль мажор, потом ля мажор. Соответственно, изменился. Рэ перешло в доли. Сейчас вот неправильно было, но он мелодию сыграл. Что можно сделать с левой рукой здесь? Чуть-чуть разбить эти аккорды когда-нибудь. Как-нибудь так, да? Опять же, чисто интуитивно. Соответственно, длинная нота, что мы делаем, мы заполняем. Заполнить очень красиво таким аккордиком. Что это у нас такое? До диезы, да? Вот как раз та самая нонка. То есть у нас в памяти еще держится этот ре. А мы тихонечко тут еще приквасили додис и фадис. У нас кси, фадис у нас вот так. И так я и здесь. Чуть-чуть такой горечи прибавили, да? Горчички давай. Очень клево. А здесь мы пришли к фадису, к фадису. Здесь, соответственно, не надо еще фадису, дополнительное. И здесь потом, вот эта первая фраза, простая людей, тролля. Еще растягивается такой проигрыш, да? Небольшой. То есть ми-норчик, септ, ни-норчик, но. Просто два раза. Так, 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 так. Небольшое такое расширение. Потом пошел продолжение первого куплета. А сюда все то же самое. Потом повесили на ля-мажор. И еще раз. И потом идет переход в припев. То есть такое, ну, своеобразная, да? Своеобразная форма. Которая на тех же самых аккордах. Сор-мажор. Полиция на аль-ми-ми. Дальше. На верх идем. Сон-мажор. Ля-мажор. И дальше мелодия идет вообще вверх туда. Дальше показываю мелодию с гармонией. Просто припев. Ми-минор. Ля-мажор. Си-минор, да? Дальше аккорды повторяются. И в конце сон-мажор. Расширение. И добавление. И расширение. Отлично, да? Интересная форма такая, но очень-очень гармоничная. Очень, если форма может быть гармоничная, вот она как раз очень-очень получается такой гармоничной. Что? Добавляем аккордовые нотки. Значит, мы повисли здесь. Очень интересно, да? Мы тут Ля-мажоре. Повисли. А мы тут у нас мелодию на фа-диезе, да? Очень не банально такая. Понятно, что фа-диез это нон. Это, блин, вторая ступень в ми-миноре, да? Мы ведем потом ми-минор. Опять же, не банально, да? Секун. Можно было бы написать там соль. Как что-нибудь такое-то. А он что-то очень клево звучит, да? Очень вкусно. И, конечно, припеве еще более важен ритм, потому что куплеты, ну ладно, там ты в какой-то момент, может быть, забыл текст, в какой-то ты, может быть, играл не в русской версии, а в латышской, но припев, по-моему, во всех вариантах одинаковый ритмический идет. И он всегда очень-очень-очень такой разнообразный в плане ритма, да? Та-ра-та-та. То есть, если мы ставимся в этом ритме, то так. Та-ра-та-та-та. Он как-то чуть ли, практически тревольно идет, да? Здесь, в принципе, не надо сильно добавлять, может быть, фактуры в левую руку. Та-ра-та-та. Та-ра-та-та-та. Давайте попробуем пока что только с аккордами. Значит, это сейчас была первая длинная. Та-та-та-та. Видите, как у меня идет ритмика, да? Здесь четверть идет. Давайте с переходиком, да? Везде все друг за другом идет. Опять же, здесь более свободно. Там, где это кино. Это кино. Можно так спеть, а можно спеть и спеть. Это кино. То есть, в зависимости от ваших способностей, чем свободнее это будет звучать, тем лучше, да? А потом, где режиссер идет, и режиссер, то на режиссер, оно чуть быстрее. Та-та-та. Там же заканчивай, да? Та-та-та-та-та. Та-та-та. Та-та-та. Или режиссер. Та-та-та. Можно так делать. Не забывайте, что у вас метр никуда не делся. Это должна, метр должна, собственно, левая рука поддерживать. Итак, начинаем еще разочек. Припев. Та-та. Та-та-та. Та-та. Та-та-та. Та-та. Та-та-та. Та-та-та. Э-э, забыл ноту еще раз. Сначала. Та-та-та. Та-та-та-та. Та-та-та. Та-та-та-та. Объектив как прицел, тут идут практически триольки. Такой убыстряющий триоль. Если у вас получится полностью перенять эту ритмическую линию, то вы, считайте, практически процитировали вокальную партию, которая здесь идёт, как я ещё раз повторяю, в довольно свободном духе, за текстом. То есть там и текст идёт, и практически так, как звучит текст. Если он проговаривается, вот он вот так вот и пропевается, что, собственно, сложно передать инструментально. Поэтому люди, собственно, эту основную проблему составляют для подобного кавера, для музыки такого рода. Ещё раз показываю, значит, добавляю, о чём мы добавляем. Давайте добавим немножко аккордовых ноток, в привычке. Значит, что у нас тут? Ми-минор. Значит, мы зависли здесь. Можно как-нибудь так сыграть, почему нет? Можно так сыграть. Так, не подходит. То есть ля мажор добавлять здесь не надо. Здесь, фактически, это часть ми-минорного септ, но он хрен знает какого. 11, да? Здесь у Чинькова всё с параллельным секстом звучит. Можно и с терцией собирать. Теперь так сделаем. Си-минорчик здесь такой. А потом секстный параллель. Я не знаю, как бы напрашивается. Она там в любом случае есть. Можно так сделать, да? Вот держим здесь фа-си, фа-лет-си. Можно даже целыми кварц-экст-аккордами играть. А ну пока что не перебарщим, за вторым разом можно будет сделать. Ля-мажор, сфор-мажор. Здесь ля-мажор. Не забываем, да? Добавляем какой-нибудь фактурки в левую руку. В принципе, самое панальное. Туда, туда, туда и сюда. Если себе я компонировал, я бы что-то такое сыграл. Добавляем какой-нибудь фактурки в левую руку. Ну, нам надо сыграть одновременно и мелодию, и аккордовые нотки, и фа-клору красивые. И при этом сохранить ритм, да? Повезли. Здесь у нас до того было довольно всё так чётко. Т-ра-та-та-та-та-та-та. А здесь возвращаем тун-тун-тун-там. Пам-п-па-пум-бум-бам-бам. Как в наступлении. Повесить, да? Второй хребт, второй куплят. То же самое, но добавляем немножко какое-нибудь разнообразие, не знаю, фактуре. Потом дальше немножко по-другому. Да? Какая там, собственно, разница? Может, больше слов, да? Там, соответственно, надо всё как-то заполнить, да? И на первую долю опять с ми-минорчик. А дальше идёт другая совсем мелодия. Собственно, по тексту идёт другая мелодия. Показываю после первого, значит, проведения вторую часть второго куплята. Собственно, по тексту идёт другая мелодия. Очень клёво, да? То есть она, её мелодия здесь началась. Она как бы здесь зациклилась, сюда ушла. А потом вторая пошла как бы на развитие такое, да, своеобразная волна пошла. И изобилие ноночек тоже вот по кайфу просто. Или вот такие, да, тоже ноночка. Клёво, да? Можно просто ре на ре сыграть, можно делать. Фонес на ми-миноре, тоже ноночка. Соль на ля, это септим. Можно так, там полречитатива такой совершенно, там, да, откуда-то снизу. Но мы можем сделать ре до ре до дизер. Как-нибудь это изобразитель или просто ре. Там больше какая-то декламация идёт. Не совсем конкретно по нотам, да? Но мы делаем такое. Я делаю ре до. И казалось бы, повесили на ми, да? Вот квинта. Не, ну она ещё-то опять-то дальше расширяется на фа-диез. Получается такая секста, да? Которая превращается у нас уже известную нам ноночку в ми-миноре. Дальше идёт опять припев. То же самое. Вот в этом случае просто, ну, можно добавить какой-то фактуры. Давайте ещё раз второй куплет тогда пробьём. Значит, опять же, да, я вот сейчас вот чисто интуитивно сыграл вот такой аккордик. И зависла тут у меня си. А потом мелодия идёт на си. Вот это надо, по идее, мастерство импровизатора, да, состоит в том, чтобы не заранее не провалить, не проспойлерить вот эту самую ноту, которая будет в мелодии. То есть надо как-то... Ну, что, так сделать? Как-нибудь куда-нибудь уфигачить наверх. Но если мы вот так вот, банальный вариант... То мы заспойлерим вот эту си. Она уже прозвучала, а она у нас потом будет звучать. Поэтому лучше... Что мы придумали? Мы придумали в прошлый раз вот эту кварточку до-ди-с-вай. Да, можно её наверх перевести. Наверх. Сори. Опять же. Слишком похоже, да, не похоже. Можно чуть-чуть расширить. То есть если у вас... Если вы не уверены в том, что оно не будет выделяться, там не будет слишком похоже, да, то можно это похоже на одну восьмушку растянуть. Будет уже точно по тексту. Что я делал? Злоупотребляю нонками. Тут нонка. Тут нонка. Опять и опять. Может добавить басов, мясо добавить. И здесь, сори, это вот первый вариант, да? А потом по второму кругу, ещё раз припех, но октаву выше я обычно играю. Сори. Естественно, здесь это всё надо сочетать. Левую руку фигачить этот аккомпанемент. Непросто, непросто. Кому? Кому легко. И здесь, как мелодия, идёт. И здесь на соль мажоре влепили. И дальше идёт проигрыш, такое вот как бы вступление, да? Вот как-то ара-ра-ра-ра-ра-рам. Вот. А я её в кавере немножко вытекаю, как бы, из этого зависания. И опять ухожу куда-нибудь, куда-то вот в более такую тонкую, тонкую фактуру, да? То есть в оригинале там, конечно, идёт полностью там проигрыш, все дела. Вокалист исполняет это параллельно, параллельно с этой инструментальной мелодией. Типа ла-ла-ла. Ну вот, ну, можно, конечно, сделать... Можно запигачить здесь октавами. Ну, я предпочитаю здесь обратно уходить. Разница уже есть с вступлением, потому что вступление играет... В этой, как бы, тесситуре. А теперь мы уходим... На самом деле, чисто стратегически, оно тот же самый эффект играет. Как если бы мы тут фигачили на форт, октавами. А мы, наоборот, до того у нас был припев второй, да, повторение припева. Оно у нас было очень ярким, а сейчас мы ушли как бы... Но, слушатели, всё равно остаётся этот эффект, как будто он здесь вот... Вот здесь такие все прямо эмоции очень-очень сильные, да? Вот. Давайте доиграем до конца. И сор-мажорчик с новой, как обычно. И можно какую-нибудь фиговинку такую зафигачить. Я обычно что-нибудь такое здесь играю, чисто для развлечения. Мне были критики, которые говорили, что у меня постоянно, как все песни, заканчиваются какой-нибудь такой блям. Ну, мне нравится, не знаю, можно не делать. Можно так закончить просто, да? Важно закончить прерванным оборотом. Доминанта, субдоминанта. В полном соответствии с отсутствием... С нарушением правил классической гармонии. После доминанта играем... Субдоминанта, что очень клёво звучит, на самом деле. Вот. Я надеюсь, что вам урок понравился. Если понравился урок, то не забывайте ставить лайк и что-нибудь писать в комментарии. И можете заказывать мне следующие видео уроки. И делитесь этим видео и другими всякими разными видео с моего канала. Подписывайтесь на ВКонтакт, Фейсбук, Инстаграм есть клёвый. Сейчас новый, там уже почти 5000 подписчиков. Поэтому тоже присоединяйтесь. Вот. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok